Программа в теме. Журналисты Радио ЗФМ о людях, событиях и фактах. Очень скоро наступит лето. Время отпусков и выходных на природе. Многие считают, что лучший отдых – это отдых у воды. Это спорт, плавание, рыбалка, игры в воде, катание на лодках, гидроциклах и другое. Но, к сожалению, вода может доставлять не только удовольствие, но и привести к трагическим последствиям. Добрый день. В студии Владислав Радюков. Сегодня в теме говорим о безопасности на воде. У нас в гостях начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации «Освод» Дмитрий Храбков. Добрый день, Дмитрий Александрович. Добрый день. Давайте начнем с того, что вот, казалось бы, сейчас апрель, вроде как еще купаться холодно. Есть ли уже несчастные случаи вот на вверенной вам территории, так сказать? С начала года уже есть у нас два несчастных случая. Это один – суицид. И второй – в Дзержинском районе мужчина при рыбной ловле утонул, провалился под лед. То есть рыбная ловля на льду – это то, что было опасно зимой. Но сейчас уже льда не осталось, поэтому сейчас мы готовимся к купальному сезону. А, собственно говоря, как «Освод» готовится к купальному сезону? Ну, это значит, мы приводим в порядок, в исправное техническое состояние все свои плавсредства. Также происходит сдача экзаменов по подготовке спасателей. Это и сдача нормативов происходит у нас. Идет благоустройство пляжей, очистка на акватории пляжей происходит. Так и готовимся. А вы тренируетесь, например, спасать тех же утонувших? Проходят какие-то тренировки? Да, и тренировки происходят ежедневно. Сейчас начинается купальный сезон, и понятно, что в спасателях больше необходимости. Проводите набор сотрудников на летний сезон? Значит, с 1 мая по 30 сентября у нас идет дополнительный штат единиц. Это сезонные матросы-спасатели в количестве 84 штук. Это мы доукомплектовываем и спасательные станции усиливаем этими матросами, а также спасательные посты выставляются еще. То есть сейчас, если кто-то хочет работать в «Освод» в летний период, у него есть реальная возможность поступить к вам на работу. Что для этого нужно? Какие требования предъявляются к соискателям? Ну, это надо в первую очередь пройти медкомиссию, также изучить и знать положение о водолазной спасательной службе, ну и сдача нормативов. Ну, а вообще-то какой должен быть у нас кандидат? Значит, от 18 до 35 лет подтянутый, умеющий плавать, мужчина или женщина, без разницы. Ну, главное условие – это чтобы люди были уверены в нас, спасателях, чтобы мы сможем оказать помощь. То есть хорошая физическая форма и желание работать. Все верно. Ну что ж, давайте поговорим вот о чем. Сейчас подготовка идет к сезону. Вы уже сказали вскользь, но мне бы хотелось, чтобы вы рассказали. Вот у нас есть специальные места, в которых можно плавать. Как освод проверяет безопасность этих мест? Как участвует в подготовке их к сезону? То есть это не просто формально мы что-то сделали? Что вы проводите? Какие вот мероприятия? Идет обследование дна акватории. То есть водолазы погружаются, очищают дно на наличии там всякого стекла, обитого шклянок разных, веток, бревен, камни. Все это убирается, вычищается. Выставляются специальные буи оградительные. И все вот это для безопасности на воде. Давайте, может быть, тогда и сейчас и расскажем, вот чем отличается организованное место отдыха у воды от диких пляжей. Ну вот мы уже немножко знаем, да, то есть что вы обследуете дно. А те места, где никто не обследует, какие могут быть опасности? И почему там не стоит купаться и проводить время? Ну, это, во-первых, это незнание глубины. Во-вторых, это незнание дна. Это можно привести к разным травмам и порезам, и переломам даже бывали такие случаи. А когда люди еще ныряют в такие места, то это могут быть летальные исходы. Если вот стоит знак, что купаться запрещено, там нельзя купаться. Если знака нет, то можно ли там купаться? Купаться разрешено в специальных оборудованных местах. Это пляжи и зоны отдыха. А вот как узнать вот то место, где я там добрался до воды? Это организованная зона отдыха или это дикий пляж? Ну, значит, там должно быть передевальная камера, какие-то вот эти вот вагончики, лежаки могут быть, буи должны быть обязательно. Если буев нету, то это уже не пляж. То есть есть признаки какие-то определенные, если вам лень искать по карте. Но вот в Минске и Минской области сколько зон отдыха в вашем ведении? В Минске и Минском районе 21 зона отдыха. Туда, где люди могут прийти и спокойно отдыхать. Ну и главное требование, это вы находитесь под наблюдением спасателей. То есть рядом есть спасательная станция, где вы находитесь под присмотром. И в случае чего вам экстренно окажут помощь. Поэтому именно там находиться все-таки намного безопаснее, чем где-то на каком-то диком пляже. Но, тем не менее, все-таки так или иначе люди окажутся у воды и не всегда в тех местах, где есть рядом спасатели. Поэтому, может быть, немножко поговорим о тех ситуациях, когда спасателей рядом не оказалось. Давайте напомним самые такие простые правила поведения на воде, которые позволят сохранить жизнь и здоровье. Ну, это главное требование, это умение плавать должно быть. Если ты не умеешь плавать, то в воду лучше вообще по поясу, даже дальше, чем по поясу, не заходить. Далее, это что у нас? Не употребляем алкогольные спиртные напитки, не перегреваемся на солнце, потому что при резком перепаде у нас может случиться термомеханический шок, резкая остановка сердца. Также не ныряем в незнакомых местах ныряния, у нас разрешено только в бассейне. То есть, в принципе, нырять – это уже опасно, даже если рядом есть спасатели, и это специальное место для отлавания. Конечно, опасно и нырять. Также есть еще такие называемые тарзанки, тоже на них запрещено кататься. Ну, давайте тогда, может быть, раз уж мы заговорили об опасностях, расскажем, кто чаще всего попадает в беду и по какой причине? Чаще всего это люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, ну и попадают у нас в беду дети, которые остаются без присмотра взрослых, потому что дети не знают ни чувства страха, ни опасности. Им интересно, они идут на глубину. То есть, первое – это алкоголь, самая наша большая опасность. Если выпил алкоголь, то в воду лучше не лезть. А второе – это нужен постоянный контроль за детьми, чтобы их никогда не терять из виду. Мы говорили о том, что освод занимается обеспечением безопасности. Какие мероприятия проводятся для того, чтобы меньше было несчастных случаев? Вообще проводится большая профилактическая работа. Это и в учреждениях образования, и в трудовых коллективах. То есть, и ездит наша маневренно-поисковая группа по школам, показывают и снаряжение, рассказывают правила. То есть, работа ведется масштабно, огромная. А вот кто помогает в вопросе обеспечения безопасного отдыха населения на воде? Помогают председатели районных организаций освод. Также создаются специальные рейды, в которых входит состав. Это и милиция, МЧС, освод, БРСМ. Все люди собираются, есть график определенный, по определенным местам они собираются и входят в рейды. А есть ли какая-то тенденция того, что несчастных случаев на воде становится меньше или больше? Ну, как показывает статистика, что тенденция идет на снижение. Вот как на сегодняшний день у нас в этом году два человека уже несчастных случаев. В прошлом году на сегодняшний день было четыре человека. То есть, в два раза снижение тенденции – это хороший показатель. То есть, работа все-таки на самом деле дает результат. Ну что ж, напомню, что сегодня мы говорим о том, как безопасно купаться, проводить отдых у воды, правилах поведения и основных ошибках купальщиков. У нас в гостях начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации «Освод» Дмитрий Храбков. Оставайтесь с нами. Через несколько минут мы продолжим разговор. Поговорим о том, что делать, если в воде какая-то нештатная ситуация произошла, куда обращаться. Оставайтесь с нами. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио СФМ о людях, событиях и фактах. Сегодня в «Теме» говорим о безопасном отдыхе, правилах поведения и основных ошибках любителей купаться. У нас в гостях начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации «Освод» Дмитрий Храбков. Продолжаем наш разговор. Давайте поговорим о таких ситуациях, которые наверняка происходили, могут произойти, когда люди отдыхают на воде. Вот если что-то пошло не так, а рядом нету все-таки спасательной станции, какой-то дикий пляж, ну, все равно мы никуда не денемся, люди там отдыхают. Что делать? Куда звонить? Кому обращаться? В первую очередь нужно предотвратить панику. Это если вы сами терпите бедственное воде, предотвращаем панику. К чему приводит паника? Паника приводит к необоснованным действиям, к учащению сердцебиения, пульса, тем самым учащается дыхание. Как мы знаем, что когда мы часто дышим, то наша плавучесть в воде уменьшается, и человек идет на дно. Поэтому панику предотвращаем. Если же это какая-то судорога, допустим, то мы освобождаем от нагрузки ту часть, которая схватила ногу, допустим, то лучше нам повернуться на спину и руками гребсти к берегу. Если рука, то также тоже на спину, задерживаем дыхание как можно больше, набираем больше воздуха в легких и добираемся к берегу. Не паникуем, это самое наше главное. Если человек попал в сильное течение, потерял силы, а плыть еще далеко, что делать в этом случае? Ничего не свело, но просто нет уже сил плыть. Значит, не нужно бороться с течением, но это опять же, предотвратить панику нужно. Не надо бороться с течением, мы плывем по течению и немножко по диагонали к берегу. Тем самым нам помогает течение, немножко подталкивает, и сами мы еще, не прикладывая там больших усилий, набираемся к берегу. Хорошо, вот такая ситуация. Случайно хлебнул воды и не можешь восстановить дыхание. Что делать? Довольно сложная ситуация на самом деле. Ситуация сложная, да. Нужно попробовать как можно быстрее нам откашляться и опять же задерживать дыхание. И только вот на задержанном дыхании мы сможем безопасно добраться на берега. Но это опять же, можно повернуться на спину и спокойными движениями плыть к берегу. Если человек стал свидетелем того, что какой-то инцидент на воде, кто-то тонет или какие-то возникли проблемы, куда звонить, куда бежать? Значит, сразу мы звоним в службу спасения, это 101-112. Есть номера телефонов спасательных станций. Если это район действия станции, то, конечно, вам сразу же прием спасатели окажут помощь. Только так, кстати, номера телефонов есть у нас на сайте. Ну, я подозреваю, что в какой-то экстренной ситуации вряд ли кто-то будет лезть на сайт. А вот заранее выписать номер телефона, когда ты едешь на отдых в какую-то зону, может быть, и есть смысл. Потому что это сэкономит время, наверное, если обратиться по прямому телефону. Секунд 30 это сэкономит. В общем, звоним 101-112. Если кто-то тонет, стоит ли пытаться самостоятельно человеку помочь? Насколько, ну, то есть, естественная реакция любого человека – это попытаться как-то помочь. Но это может быть опасно. Можно помочь, но нужно быть уверенным в себе, что вы хорошо плаваете, что вы знаете какие-то способы приема, освобождения от захватов, способы транспортировки. Если у вас такие навыки есть, то, конечно, можно помочь. Но, опять же, надо знать, что нельзя подплывать к пострадавшему с лица, то есть только со спины. Если же находится лицом к вам, то это нужно будет поднырнуть, в воде уже под водой его развернуть, и транспортировочным захватом его захватить и транспортировать к берегу. Мне кажется, что лучше было бы сначала потренироваться по возможности. Лучше подготовиться. А какие-то подручные предметы могут помочь в этой ситуации? Что-то плавучее, не знаю, доска может быть, какая-то камера, ну, вряд ли она окажется, но что-то, то, что может плавать, может помочь спасти человека? Ну, если мы говорим о купальном сезоне, то у нас вот любят отдыхающие матрасы с собой взять, какие-то шары надувные, круги, то, конечно, вот с этим кругом можно будет подплыть и просто подать пострадавшему, он уже мертвый, хватка уцепится в него, и уже будет хоть в безопасности. Поэтому, если у вас есть что-то под рукой плавучее, лучше использовать его, так будет безопаснее для вас. А вообще, какое отношение спасателей к вот этому, к плаванию на матрасах и прочей резиновой надувной технике? Оно безопасно или нет? Вообще это не безопасно, потому что это не является средством спасения, а всего лишь навсего китайская игрушка, которая при увеличении, допустим, температуры может лопнуть, либо ногтем задел кто-то обедку, какую-нибудь корягу, и это лопнуло. Если еще человек не умеет плавать, то это приведет к гибели. То есть, если ты умеешь плавать, то, в принципе, не страшно, когда ты на матрасе плывешь где-то по озеру или реке, а если нет, то вопрос. Все равно это страшно. Запрещено плавать на матрасах надувных, кругах, особенно вот на кругах. Бывают случаи, когда дети в круге переворачиваются, а обратно уже перевернуться не могут без посторонней помощи. То есть, опять мы вспоминаем о том, что за ребенком нужен, рядом с ребенком, даже если ребенок находится в круге, и у него создается ложное ощущение у родителей безопасности, родитель должен быть рядом всегда. Обязательно держать за руку ребенка. Ну что ж, может быть, давайте попробуем в заключение в очередной раз напомнить о том, что обязательно люди должны о чем помнить, о чем знать, когда они отправятся на отдых. Потому что рано или поздно люди отправятся, и, к сожалению, мы очень, конечно, надеемся, что не будет никаких несчастных случаев, но они происходят. Самые важные советы для тех, кто отправляется на отдых у воды. Ну, это, значит, не употребляем спиртные напитки. Если употребляем, то, значит, не заходим в воду, потому что... Мы же не садимся за руль, выпив алкоголь. Точно так же, наверное, не стоит и продать... Не перегреваемся мы на солнце, потому что от резкого перепада, как говорил, может случиться термомеханический шок. Далее. Находиться в воде нужно не более 20-30 минут. Но это зависит еще от комплекции человека и от температуры воды. Ребенку максимум до 15 минут можно находиться. Не ныряем ни с обрывов, ни с трамплинов, не катаемся на трозанках, с которых потом прыгаем в воду. Это может привести к различным травмам. Ну, я думаю, что элементарно это такие вот правила, которые нас обезопасят от несчастных случаев. Ну что ж, хочется надеяться, что это лето будет теплым, с хорошей погодой, и в то же время не будет несчастных случаев, и Организация Освод будет заниматься профилактикой, а не спасением людей на воде. Но если что, Минский городской отдел Организации Освод готов и готовится к этому. Если, кстати, кто-то хочет найти работу, да, вот о чем мы говорили, на летний сезон, куда обращаться? Обращайтесь по адресу город Минск, улица Прогрессивная, 29А, и там с вами проведем и беседу, и можем трудоустроиться. Вакансии на данный момент еще есть. Еще есть. Напомню, что у нас в гостях был начальник водолазно-спасательной службы Минской городской Организации Освод Дмитрий Храбков. Большое спасибо за то, что вы к нам пришли. Программу провел Владислав Радюков. Запись будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.by, чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, задавать вопросы гостям. Подписывайся на группу проектов «Теми» в соцсети ВКонтакте. До свидания, до новых встреч. До свидания. Слушай Радиус ФМ и будь в «Теми». Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах. На сайте radiosfm.by.